Раньше не было приборов, которые построили, которые позволили хранить так глубокую микрокосмос и так глубокую, относительно глубокую бакрокосмос. Понимаете, сейчас приборы такие есть, и эти приборы полностью, и данные можно сказать, эти приборы полностью уничтожают фундамент современной теоретической физики, не практической физики. Практическая физика существует, но, могу сказать, не упустите практическую физику, теоретическую. Практическая физика тоже весьма интересна ступень, все, что у нас здесь происходит, микрофон, так далее, так далее, можно увеличить в результате практической физики. Но, если, допустим, электроника, например, вы знаете, что основой теории любой электроники является теория 4-7, можно услышать, да? А на самом деле, что в основе этой теории, это черный ящик, в котором два выхода, это два входа. Вот, что происходит в черный ящик, никто не знает, просто по вариантам, два входа может измениться в один вход, два выхода тоже могут измениться в один вход. Если будет два входа один вход, или два выхода один вход, или один вход один выход, это вариант. Но, замеряется то, что происходит до входа, замеряется то, что происходит после входа, выдоха. И, как-нибудь, делится на другое, варианты так, но что происходит внутри черного ящика, теории совершенно существуют. Теория 4-7 поясников, это вот теория черного ящика. Точнее то же самое, что в философии, как это вещь себе, вот до сих мы дошли, вот до сих мы можем познать, а дальше мы не можем понять, познать. То же самое, как многие явления, как то же самое в практической физике, допустим, Клуб-Парникову говорят, кто, допустим, самый лучший светопроводник, это, так сказать, можно пускать самую, почти до абсолютного ныряда, это такое идеальное минимальное сопротивление, и тогда идеально проводимое, потому что уже не гуманитаристский библиотер, это только абсолютно проводимое. Да, светопроводимость, да? А осталось, что оказалось, что явление, случайно обнаруживая явление светопроводникности, для терапевтики, причем не при абсолютно 0,8 км, до 0,283, а при довольно высоких температурах. То есть терапевтик по определению изолярной. И не только с компроматимости, по сути дела, быть не может, она, наоборот, не проводит ничего, но при этом условии терапевтик становится светопроводником. И по совершенно других условиям не нужно заглянять абсолютно не минусственную космическую температуру между собой. И так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, практический метод, извините, можно ли признать, допустим, явление радиоактивности понятым, если его открыли случайно? То есть, помните, там, из Совета Урана был сделан крест, который был положен на пластинку, потом он сидел и заказал, что там есть изображение креста, отключающих соединение народа. И так сообразили, что есть радиоактивность, да? Хотя не первый раз, если кто-то изучал их из Александра Викторского, да, то есть момент, когда там описывают заявление, когда они окружают два города, а в насилии Индии и сравнивают Кургистан. Жизненным предложили даться, но они оказались, и после чего был взрыв. И, как видите, зажгли два солнца, а селенинский, кто смотрел на этот солнце, заслеп, потом посадил за пепел, с небес, за и т.п. И очень многие больные в Санкт-Петербурге стали терять вес и т.п. Ну, понимаете, личный принадлежал болезнь, да? Ну, это ветки, середины, когда себя перепутали, там, наврали, перезали, да? А, кстати, недавно нашли раскопки, провинански населения, ну, не представь, нашли вымин двух городов, в которых, в которых было разрушение, именно как вы взрыве Акому Богу, то есть в Санкт-Петербурге было разрушение, и там были одного-то скелета, где, ну, т.п. где-то не нарубили, так, мечами, топорами и т.д. копья, мечами, стрелы и т.п. Ну, все скелеты были совершенно в целом, не было там отсеченных рук, голов, т.д. и т.п. Все были разбросы радиальных, как и в центрах, и скелет из-то остаток людей держался, радиация был в тысячу раз больше нормы. Ну, это ясно? Да. Тысячу раз больше. Т.е. явно, что эти раскопки обновлены те города, которые описывают летописи в Санкт-Петербурге, так называемые, да? Значит, получается, в летописи не было лжи, летопись отражалась в реальности. Т.е. в те времена кто-то тоже сдал атомное оружие, видите, и ничего хорошего-то не приводилось. А если вы как-то пойти дальше, то 13 тысяч лет назад в нашей планете была термоядерная война. Вы знаете, с чего мы оказались в этом сайте, в котором мы находимся сейчас с вами, уже более не употреблялись, и все равно еще относительно примитивно, по сравнению с тем, что было раньше. Т.е. не в первый раз это не является основным определением достижений. И мы все-таки называемый результат, потому что ему хочется идти, правильно? Не важно честно, не все это подсознание происходит. Это не то, что кто-то хороший или плохой. Это просто подсознание. Каждый хочет увидеть что-то хорошее на себя. И отбрасываем его. А в данном случае мы имеем численность. Т.е. люди совершенно не знали о моих позициях, получали данные, которые сто процентов их поддержали. То есть, в вещах не нужно было менять свои позиции и нужно было менять свои позиции. И не нужно было менять свои позиции.